Солнечным летним днём Молли с гордостью установила с помощью родителей киоск с лимонадом возле своего загородного дома и разливала прохладительные напитки всем, кто проходил мимо. Однако её день омрачился, когда полицейский Родригес примчался на срочный звонок от соседа. Зачем кому-то понадобилось вызывать полицию из-за маленькой девочки, продающей лимонад? Но когда он подошёл к киоску, у него отвисла челюсть, а лицо побледнело. Когда офицер Родригес отошёл от киоска с лимонадом в руке, он всё ещё был ошеломлён тем, чему только что стал свидетелем. Теперь он полностью понял, почему кто-то вызвал тревогу по поводу этой молодой девушки. Офицер Родригес понимал, что должен что-то предпринять, но он также знал, что она не сможет справиться с этим в одиночку, и поэтому он решил вызвать подкрепление. Ему нужно было, чтобы на месте происшествия было как можно больше полицейских прямо сейчас, пока не стало слишком поздно что-либо предпринимать. За 15 минут офицер Родригес собрал небольшую армию полицейских. Они направились обратно к киоску с лимонадом и увидели шокированную реакцию молодой девушки и всех, кто стоял в очереди. Ситуация становилась всё серьёзнее. Но что же такого странного было в киоске с лимонадом у этой девушки? Почему так много людей хотели у неё купить? И зачем офицеру Родригесу понадобилось столько подкреплений? Когда офицер Родригес впервые ответил на звонок и услышал, что обеспокоенный гражданин сообщает о ларьке с лимонадом, он чуть не рассмеялся вслух. Это звучало так нелепо. Были преступления и посерьёзнее этого, но что-то в голосе женщины на другом конце провода заставило его прислушаться. Звонившая отказалась назвать своё имя, но она, очевидно, была убеждена, что маленькая девочка, продающая лимонад у дороги, замышляет что-то опасное. Офицер Родригес обычно не слишком беспокоилась о странных звонках в участок, но она решила обсудить это со своим напарником. Они быстро пришли к решению, которое навсегда изменило их жизни. Поскольку они всё равно хотели пойти куда-нибудь пообедать, офицер Родригес и его напарница Мишель отправились за покупками. Ни один из них на самом деле не верил, что найдёт что-нибудь, кроме обычного киоска с лимонадом. Они понятия не имели, насколько это было далеко от истины. В киоске с лимонадом было так много народу, что офицер Родригес и его напарник едва могли разглядеть конец очереди. Здесь было около 50 человек. Офицеры не заметили ничего необычного, но офицер Родригес внезапно заинтересовался происходящим ещё больше. Возможно ли, что женщина была права насчёт анонимного звонка в полицейский участок? Офицер Родригес начал излагать некоторые из своих теорий. Возможно, женщина была соседкой, которой не нравились уличные движения и шум людей, разговаривающих в ожидании своих напитков. Однако это всё равно не объясняло, почему все выстроились в очередь к киоску с детским лимонадом посреди обычного района. Офицер Родригес припарковал машину дальше по улице и постарался по возможности не выделяться из толпы. Пока офицер Митчелл изучал людей в очереди, он наблюдал за девушкой, разносившей лимонад. Многие клиенты расплачивались наличными или оставляли щедрые чаевые. Миранда начала задумываться, не замышляет ли девушка что-то подозрительное и не использует ли киоск с лимонадом в качестве прикрытия. Полицейский Родригес и его напарник не могли видеть всего с того места, где они припарковались, но, похоже, девушка была готова продавать лимонад весь день. Она возвращалась в дом за кувшином за кувшином. В то же время она занималась чем-то ещё, чего офицер Родригес не мог разглядеть с такого расстояния. Офицеры продолжали ждать, когда очередь сократится, но этого так и не произошло. Каждый раз, когда продавцы уходили со своим лимонадом, к ним подходило всё больше покупателей. Девушка продавала невероятное количество лимонада и наполняла свою банку с чаевыми бесконечным потоком денег. Возможно, они слишком много внимания уделяли девушке и недостаточно клиентам. Офицер Родригес наблюдал за посетителями в поисках каких-либо подсказок. Он мог сказать, что они были не из местных, потому что большинство из них добирались туда на машинах. Его напарник отметил, что они были разного возраста и ездили на чём угодно, от старых фургонов до роскошных автомобилей. Но затем офицер Митчелл пришёл к выводу, который его совершенно потряс. Офицер Митчелл пожал плечами и сказал, что его не слишком беспокоит то, что делает девушка. В этом не было ничего противозаконного, и офицер Митчелл проголодался. Но когда он попросил разрешения уйти, офицер Родригес отказался. Звонивший не просто так сообщил о ларьке с лимонадом. Он просто должен был выяснить, почему. Офицер Родригес не хотел никого расстраивать или злить жителей, задавая вопросы о том, что делала девушка. Люди расстроились бы, когда прибыли полицейские и начали вмешиваться в их повседневную жизнь. Последнее, что было нужно офицеру Родригесу, это чтобы кто-то пожаловался на него своему начальнику. Внезапно он понял, как подобраться поближе так, чтобы никто об этом не узнал. Офицер Родригес заехал на другую боковую улицу и переоделся в свою повседневную одежду. Он взъерошил волосы и надел солнцезащитные очки. Это сделало его похожим на совершенно другого человека. Он был готов прокрасться к киоску с лимонадом и посмотреть, что удастся узнать. Но прежде чем он успел уйти, его напарник преградил ей путь. Офицер Митчелл был недоволен выбором напарника. Он был голоден и подумал, что зря тратит их время. Вместо этого они придумали несколько иной план. Офицер Митчелл собирался пойти и перекусить, пока офицер Родригес будет заниматься расследованием. Он заедет за ним на обратном пути. Это означало, что офицеру Родригесу осталось недолго. Офицер Родригес, теперь Джеймс, встал в очередь за лимонадом и изо всех сил старался выглядеть, как все остальные. Ему пришлось проявить терпение, хотя он знал, что его напарник захочет, чтобы он ушел, как только вернется с обедом. Что нужно сделать, чтобы убедить его в том, что происходит что-то необычное? Через несколько минут Джеймс начал ощущать странную атмосферу, исходящую от других посетителей. Он не мог избавиться от ощущения, что люди смотрят на него или пытаются понять, кто он такой. Его паранойя усилилась. Он никак не мог определить, все ли они знают друг друга. Он мог придумать только одно решение. Джеймс повернулся к ближайшей группе и попытался присоединиться к их разговору. Он завел светскую беседу о длинной очереди и надеялся, что другие поделятся с ним информацией. Наконец он вслух поинтересовался, почему киоск с лимонадом пользуется такой популярностью. Однако это только заставило людей бросать на него еще более странные взгляды. Джеймс понял, что, должно быть, допустил ошибку и выдал другим клиентам, что ему здесь не место. Никто не был заинтересован в разговоре с ним, и многие люди в очереди полностью игнорировали его. Однако, несмотря на то, что они не обращали на него внимания, произошла перемена, которая заставила его нервничать больше, чем когда-либо. Люди, очевидно, бросали на него взгляды и перешептывались друг с другом. Джеймс не мог слышать, о чем они говорили, но они знали, что он встал в очередь. Он подумывал уйти, но понимал, что напарник никогда не позволит ему попробовать другой план, чтобы выяснить, что происходит. Джеймс понимал, что должен остаться. Офицер Джеймс Родригес решил, что лучше всего спокойно подождать, пока настанет его очередь стоять в начале очереди. Таким образом, ему не придется ни с кем разговаривать. Как только он закажет лимонад, он сможет понять, из-за чего весь сыр бор и действительно ли маленькая девочка затеяла что-то нехорошее. Джеймс медленно подходил все ближе и ближе. Когда Джеймс подошел к стойке, он был удивлен, столкнувшись лицом к лицу с одним из родственников девочки. Они видели его в полицейской машине и узнали даже после того, как он переоделся. Они потребовали ответа, не для того ли он пришел, чтобы навлечь на них неприятности из-за отсутствия разрешения. У Джеймса был только один вопрос. Почему их лимонад пользовался такой популярностью? Очередь Джеймса заняла не менее 15 минут. И с каждой минутой он начинал чувствовать себя все более неуютно. Проблема была в том, что все косились на него и все время перешептывались у него за спиной. Все демонстрировали ему такое поведение, за исключением одного человека, который этого не делал. Этим человеком была молодая девушка, продававшая лимонад. На ее лице сияла широкая улыбка, и она радостно поприветствовала его. В то же время она спросила, не хочет ли он лимонада или чего-нибудь еще выпить. Офицер Джеймс Родригес был по-настоящему удивлен дружелюбным отношением молодой девушки и понял, что лучшее, что он может сейчас сделать, это дать ей второй шанс. Джеймс был по-настоящему заинтригован тем, каким может быть этот особенный лимонад. Однако, когда он попросил у девушки этот особый напиток, он услышал громкий голос у себя за спиной. Голос принадлежал разъяренному мужчине, который кричал на молодую девушку, которая быстро замолчала. Джеймс был очень шокирован этим, и на мгновение он не знал, как реагировать. Мужчина сердитого вида сказал мальчику, что Джеймс не заслуживает особого лимонада и что ему следует выпить простой лимонад. Особая версия напитка была не для таких, как он. Поведение этого человека оскорбило его, но он не знал, как реагировать. Джеймс обернулся, намереваясь завязать разговор с грубияном. Но он быстро обнаружил, что все в очереди были на стороне грубияна. Джеймс понимал, что его превосходят числом, что только усугубляло ситуацию. В тот момент он понятия не имел, что делать со всеми этими людьми. Его первой реакцией было повернуться к девушке, которая все еще улыбалась. Она протянула ему стакан лимонада, но сделала это безошибочно, подмигнув. Офицер Джеймс Родригес действительно не понимал, о чем идет речь. Может быть, маленькая девочка просто угостила его особенным лимонадом, но она не хотела, чтобы все узнали. Джеймс заплатил мальчику и вышел из очереди, пока что-нибудь не случилось. Первое, что он сделал, это осмотрел лимонад, который ему только что принесли, и заметил кое-что странное. Он был совершенно уверен, что найдет в этом лимонаде что-то необычное. Но теперь он увидел подтверждение собственными глазами. Напиток показался ему необычайно густым, да и сам стакан выглядел несколько странно. Судя по размеру стакана, там был только стакан лимонада, и все же это был большой стакан лимонада. Но Джеймс увидел то, чего не ожидал. И теперь он должен что-то с этим сделать. У этой чашки было дополнительное отделение внизу, которое он мог отделить от остальной части чашки. Он подождал, чтобы изучить его подробнее, пока благополучно не вернулся к своей полицейской машине. Он планировал изучить чашу вместе со своим напарником, который все это время ждал его в машине. Когда они увидели, что было на дне стакана, у офицера Джеймса Родригеса голова пошла кругом. В конце концов он понял, что был полностью прав в своих подозрениях. Когда его напарница тоже увидела это, он был очень шокирован, потому что не верил, что она что-то найдет. Офицер Родригес быстро связался по рации с полицейским участком, запросив всю возможную помощь. Он хочет, чтобы они все встретились немного в стороне от киоска с лимонадом, чтобы не вызывать подозрений. Он был полон решимости что-то предпринять в связи с делом о лимонадном киоске и был уверен, что ему нужна помощь. Прошло около получаса, когда в паре кварталов от него выстроились семь полицейских машин. Кроме того, 15 полицейских также были готовы направиться к киоску с лимонадом. Хорошей новостью было то, что его коллеги доверяли офицеру Родригесу и отправили многих полицейских на подмогу, как того просили. Конечно, все они были проинформированы о плане. В начале плана они должны были подъехать к трибуне. Вторым шагом было окружить всех, кто ждал у стенда, и самое главное, молодую девушку и, возможно, ее родителей. Этот шаг был необходим, чтобы раскрыть это дело и выяснить, что происходит с этим киоском. Офицер Родригес чувствовал, что близок к тому, чтобы выяснить, что именно там произошло. Единственное, в чем они были уверены, это в том, что им нужно положить конец всей этой ситуации. Итак, они приступили к выполнению первого этапа плана. Офицер Родригес был по-настоящему горд собой, потому что в глубине души он никогда не думал, что найдет существенные доказательства по этому делу. Офицер Родригес был счастлив, поскольку все, казалось, прошло гладко, даже лучше, чем он мог надеяться. Когда они прибыли туда, у киоска с лимонадом все еще стояла очередь людей, желающих приобрести этот особенный напиток. Проезжавшие мимо не обратили на них внимания, так как были слишком сосредоточены на напитках в киоске. Когда все полицейские машины подъехали к киоску, офицер Родригес первым вышел из машины и попросил всех присутствующих сохранять спокойствие и не двигаться. Затем он заметил испуганное лицо девушки, продававшей лимонад. Он подумал, что лучше всего поговорить с бедной девушкой и объяснить ей, что произошло. Офицер Родригес подошел к ней и положил руку ей на плечо, объясняя, что все будет хорошо. Он объяснил ей, что единственное, что она должна сделать, это показать ему, что содержится в этих особых лимонадах. Девушка посмотрела на него в замешательстве. Она не знала, как реагировать. Девушка казалась очень озадаченной тем, что сказал ей офицер Родригес. Она объяснила ему, что в лимонады не добавляют ничего необычного. Единственное, что отличало их от других лимонадов, это стаканчики, которые дал ей отец для их подачи. Офицер Родригес знал, что эти стаканчики отличаются от других и хотел узнать о них побольше. Маленькая девочка рассказала ему, что заключила сделку со своим отцом. Сделка заключалась в том, что он давал ей дополнительные деньги за продажу специального напитка. Дело в том, что специальный лимонад стоил намного дороже обычного. Теперь все начало обретать смысл для офицера Родригеса. Офицер Родригес подошел к дому девочки, и когда отец открыл входную дверь, офицер увидел, как краска отхлынула от его лица, когда он увидел его. Было совершенно очевидно, что во всей этой ситуации виноват отец бедной девочки. Отец Молли знал, что розыгрыш окончен, и офицер Родригес надел на него наручники. Людям, все еще стоявшим в очереди, сообщили, что сегодня в киоске больше не будут продавать лимонад в связи с определенными обстоятельствами. Это шокировало покупателей, и им стало любопытно, что же произошло. Увидев отца Молли в наручниках, никто не мог поверить, что ее отец совершил что-то несанкционированное. Выяснилось, что отец использовал киоск с лимонадом своей дочери для продажи запрещенных веществ. Он спрятал их на дне стакана и сообщил об этом всем своим клиентам. Единственным человеком, который не имел ни малейшего представления об этом трюке, была маленькая девочка, которая была шокирована больше всех остальных. Конечно, мать девочки и его жена ничего не знали об этом и были крайне недовольны тем, что ее муж так поступил и при первой же возможности подали на развод. После этого инцидента жизнь отца была полностью разрушена, потому что ни жена, ни сын больше с ним не разговаривали. Правда заключалась в том, что то, что он совершал все это время, было тяжким преступлением. Отец Молли теперь ожидал суда за свои преступления и, вероятно, еще довольно долго не будет на свободе. Судья, в частности, отнесся к этому делу очень серьезно, поскольку в нем была замешана его маленькая дочь. Офицер Джеймс Родригес был рад, что так серьезно отнесся к этому звонку, ведь он раскрыл дело о таком серьезном преступлении. Однако он не мог перестать сожалеть о том, что молодая девушка вот так потеряла своего отца. Офицер Джеймс Родригес по-прежнему часто заходил к девушке, чтобы узнать, как у нее дела. И, к его удивлению, у нее, казалось, все шло на удивление хорошо. Она даже снова начала продавать лимонад. Однако на этот раз из меню была исключена специальная версия. Джеймс очень гордился этой девочкой и искренне верил, что Молли заслуживает счастья. «Молли» 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 Продолжение следует...